привет друзья вы на канале монета мания канал о том как можно заработать на монетах украины и сегодня тема будет у нас о том как заработать на переборах и можно ли вообще заработать на переборах новых монет украины мы разберем 5 гривен монетой и 10 гривен монетой основной выпуск у меня вышел на канале фартовый коллекционер я там разыгрываю покрытые золотом 2 гривны и 10 гривен от компании золотой слой так что сочка будет это видео в описании за это участвуйте в конкурсе как только на канале будет 150 тысяч подписчиков мы разыграем и отправим эти подарки а сейчас мы разберемся с тем что я рассказывал в видео там я показывал 5 гривен монетой которая не магнитная как мы знаем они все у нас не магнитный а точнее слабо магнитные до за счет своего покрытия они немного притягиваются по куб магниту но один из моих подписчиков нашел монетку который вообще никак не реагирует на самый мощный магнит то есть магнит который притягивает но очень очень сильно и эта монета никак не реагируют я попросил моих подписчиков написать мне если у кого подобные монеты кто встречал что вы понять если вообще Не то чтобы слабомагнитные, а просто немагнитные монеты На что я получил очень-очень много вариантов с тем, что монеты слабомагнитные Но это обычные, они у всех, десятки и пятерки А вот полностью немагнитная монета была только одна из, наверное, 200 комментариев, которые я получил по этим монетам Как можно проверить такую монету на слабомагнитность? Можно подвесить ее на ниточки и проверить, будет ли она хоть как-то реагировать на супермощный магнит Не просто какой-то легенький или с холодильника, а на самый-самый мощный Если монеты вообще никак не реагируют, это уже интересно Потому что какой-то брак с покрытием, скорее всего И это значит, что такие монеты могут встречаться Но вопрос только в каком количестве и они будут что-то стоить Какой-то брак технические производства Потому что не встречаются они Я тоже взял себе несколько роллов Порядка 5 роллов, 5 гривен, 10 гривен Я проверял, ничего не нашел Конечно, хотелось бы найти повороты Какие-то на 10 градусов, на 5 градусов или на 180 градусов Но это, наверное, все-таки заказные монеты Которые делались по, скажем так, просьбе Или каким-то образом технологии для себя сделали такие браки Но при этом эта тема будет интересная Люди хотят к себе в коллекцию положить что-то необычное То, что отличается Потому что монеты у нас будут, скорее всего, меняться Одна и две гривны Потому что дизайн не подходит Дизайн национальный банк планирует поменять Потому что они не подходят людям с слабым зрением Люди просто не определяют эту монету Одна и две гривны Очень низкий рельеф И, скорее всего, они могут поменяться Я об этом снял ролик, рассказал, показал включение с национального банка Если не видели, пойдите на основном канале, посмотрите Там очень тоже все подробненько я рассказал про одну и две гривны Показал редкие две гривны, которые, собственно, с поворотом Но они здесь есть в предыдущем видео Так вот, что можно сказать по перебору и как на этом можно заработать Действительно, перебрав огромное количество монет Я понимаю, что существенных каких-то отклонений, браков, замены металла не находят Не находят, люди пишут, что не находятся Поэтому максимум, на что можно рассчитывать Это на какие-то браки с точки зрения непричеканы Какие-то вздутия гальванических, вздутия этих покрытий, которые находятся на монетах И они, чем, конечно, больше, чем такие явнее, тем интереснее Но в Леон случае эти монетки могут стоить 10-20 гривен, не больше А те монеты, которые с разворотами, они подороже И они сделаны, скорее всего, вот так вот на заказ Хотя мы не исключаем возможность того, что там могли бы они быть случайным Потому что были проблемы у Луганского станкостроительного завода С тем, что сдвигались там, да, на 5-10 градусов больше Какие-то были вот такие браковки Конечно, найти монетки по годам проще всего при переборе Это посмотреть на какой год Ну, такой вариант, английский штампеля То есть те, которые чеканились в Луганске, но английскими штампелями Их уже очень-очень мало, потому что легко визуально отличить Чем сложнее отличить брак или редкий штамп, тем больше вероятность, что он будет найден в обращении То есть, например, если вы хотите поискать, возьмите самый мелкий номинал Это 10 копеек Самый редкий номинал 10 копеек Посмотрите, какие есть разновидности по каталогу ИТК И с увеличительным стеклом выделите время Холодными, зимними, вечерами вы можете попробовать поотбирать для себя редкие разновидности Кстати, мне выпадалось 10 копеек с гладким гуртом Я думаю, как так? В обороте действительно Вот я прям не поверил Потом при увеличении я увидел, что просто гурт действительно затерся Очень слабо прочекался Он там есть, но он очень-очень слабый И сейчас еще развиваются, конечно, это подделки Когда делают подделки под какие-то браки Какие-то даже фальшивые монеты Украины делают Представляете себе? То есть реально люди смотрят, какие есть фальшики И сейчас делают новоделы под фальшивые 50 копеек, там 92-го года, например Но это можно все отличить, каким образом Посмотреть продажи на Виолите Какие бывали вообще фальшики В гугле вбить фотографии Какие бывали фальшивые монеты 50 копеек И вы найдете ту разновидность, что ли, или визуально Как они выглядят, чтобы вы могли понимать, какие бывают они Потому что чаще всего люди, которые пишут мне сообщения в инстаграме Они не отличают брак от чего-то другого То есть когда-то монета просто грязная Говорят, вот у нас монета с другого металла и так далее Ну, ребята, нет, просто помойте монету Посмотрите, что она у вас просто в грязи, например Ну, если у вас монета медная, то она медная И она не смывается уксусом Когда вы уксусом протерли, она в другой цвет поменял И все, уже у вас не медная монета А люди пишут мне, что 100% у них прям медь Им так повезло Хотя таких монет медных вообще не находились Там какие-то новые и так далее Вот, чаще всего люди путают такой формат Путают браки, когда монета действительно пострадала в обороте Там на них наехал трамвай, например И мне говорят, вот смотри, какая у меня суперредкая монета Хотя по факту это не так Вот, поэтому просто, чтобы разбираться в этой теме Нужно смотреть, смотреть много роликов Смотреть продажи на Виолити Смотреть продажи на других сайтах И понимать, какие могут быть Как выглядит настоящий там раритет и так далее Конечно, тема будет развиваться Будет развиваться И я думаю, сейчас уже есть определенные люди Которые собирают новые монетки по разновидностям По бракам Точнее, не разновидности Их еще не определили И в каталог даже не внесли Я думаю, должно пройти Хотя минимум лет 5 Когда какой-то масса определенных монет появится на рынке И будет понятно Ага, вот это, вот это, это, вот это И мы сейчас, можно сказать Пробуем, исследуем то, что мои видео выпускают Выходят, пожалуйста, поддерживайте их лайками Потому что они какие-то первые такие ласточки Чтобы понять вообще, что происходит с нашими новыми монетами И разобраться Потому что сейчас, конечно, можно что-то получить очень дешево Или там фактически бесплатно При переборах, при покупках А потом что-то банк поменяется Убрали дизайн И все, у кого кто успел там себя отложить, тот успел Вот, такая у меня мысль в этом видео В этом видео или аудиоподкасте Друзья, спасибо, что посмотрели Поддержите, пожалуйста, лайком этот ролик Потому что канал не монетизируется Мы его стараемся развить Я буду выкладывать еще другие Не только по темам монет Украины Видеоролики, материал готовится Так что пишите ваши предложения Чтобы опубликовать на этом канале Всем пока, друзья Субтитры сделал DimaTorzok